Дмитрий Нечаев Сейчас у нас последняя сессия. Весеннюю сессию обычно работа по разному складывается. Иногда были даже каникулы, мы знаем, там брали в апрель-май депутаты. В этом году работа очень напряженная, каникулы, я так понимаю, отменяются. И в вот этот период, как раз он уже наступил, начинается так называемая депутатская неделя. Депутатская неделя, поясним нашей аудитории, это когда депутаты работают, что называется, на земле, то есть в тех округах, откуда они избирались. Да, региональная неделя называется. Региональная, да. Скажите, пожалуйста, как складывается ваша деятельность? Я знаю, что вы уже начали активно объезжать регион, активно работать на округе. Как ваша региональная неделя проходит буквально в эти дни? Ну, во-первых, я всегда активно проводил все эти региональные недели, встречался с избирателем, потому что действительно много вопросов можно решить, когда с ними встречаешься. И вот, наверное, к огромному счастью по сравнению со всеми другими регионами, где к депутатам по-разному относятся, все-таки губернатор нам придал такой статус, что я могу любого министра, члена правительства, любого главу администрации собрать для решения вопроса. Регионального правительства вы имеете в виду, да? Ну, конечно, да. Если дадите задание и того правительства, мы тоже этим будем заниматься, потому что мы знаем, конечно, Мишустина, знаем всех. Это очень важно на самом деле, потому что я с большим сожалению говорю, что депутаты других регионов просто не могут своей возможности использовать. Должен быть бульдозер, губернатор, за которым мы должны делать, ходить, подбирать, действовать. Я в комитете по строительству и транспорту, дороги, БКД курирую и так далее. Все, что надо. Поэтому сейчас неделя, она каждую неделю такая активная бывает только вот из-за пандемии. Прошлый год, вы помните, когда в мае началось, там у нас как-то было менее, как сказать, активно, потому что все боялись маской. Сейчас уже все привились, у всех там антитела, и уже встречи происходят с избирателем. А вот, кстати, по встречам с избирателем, ведь наверняка вы планировали вот эту региональную неделю, наверное, посетить какие-то муниципалитеты конкретные. Что уже, где уже удалось побывать? Вчера в Осташкошку у нас был парламентский день, это в свое время, еще в 18-м году мы ввели в ЗАГС собрание парламентский день, когда большей частью законодательного собрания мы выезжали, Голубев, там еще ребята, Бабушкини, другие, вчера Цибергановы, мы поехали в Осташку. Какая цель основная была визит? Просто ознакомиться с положением дел в муниципалитете или какие-то конкретные стояли вопросы на повестке? Конечно, каждый раз мы готовимся, там вопросов было очень много, там народ активный, коммунистический, поэтому там все плохо, при коммунизме все хорошо. На самом деле, ну, первое, я должен все-таки сказать, что я избрался в 18-м году, и вот первый город, куда я приехал, это был Осташков. Помню, опаздывал, я за 3 часа доехал из аэропорта Шереметьево туда, даже запасом у меня зафиксировал 10-22 километра. Вот с тех пор прошло примерно, ну, почти 3 года, что-то поменялось? Значительно поменялось. Город стал более комфортным, более ухоженным, более, ну, видно, что он прямо вылизывается, как бы уже видимо, что он получает эту историческую свою часть. И вот для нас это самое главное, на самом деле. Жители это замечают? Жители замечают, они там, многие, ну, довольны, рады, но есть и те, которые критикуют. И такие люди тоже нужны. Конечно, нужны. А вот, кстати, относительно того, что критикуют, какие сейчас на повестке дня стоят перед остовчанами, осташами, вопросы? То есть, чего сейчас просят население этого верхневоложского города, нашего Волговерховья? Ну, честно говоря, конечно, вот, чтобы понять, вот такая типа была... Ну, основное, мы же про все не говорим, что в общем, не какие-то частные случаи. Все отмечают хорошую работу, конечно, Алексея Алексеевича, и оппозиция, и Титова имеется в виду, что повезло там, все это делается. Конечно, жалуются, что бывает, что чаще не хватает денег, что и уезжают, но до сих пор люди уезжают. Наш главный с вами качественный показатель, это, конечно, прирост населения, то есть демография. Да, с этим у нас проблема, конечно, в Турской области. Но я вам скажу, что в частности то, что делается в Волочке, то, что делается в Осташкове, по удобству среды, потом, конечно, они просят рабочие места дополнительно, потому что там сейчас Кожзавод мы посещали, там, конечно, есть Звезда, но этого не совсем достаточно. Но там развивается уже туризм, потому что народ едет туда, потому что Селигер — это и Селигер. К своему стыду я до 18-го года вообще туда не приезжал ни разу, хотя мечтал. Считайте, с 2000 года я житель Тверской области, мечтал побыть на Селигере, но никогда не бывал там. И вот то, что туда делаются дороги, и вообще в области они делаются, кстати, делается в три раза больше, чем раньше, и будет еще больше делаться. То есть мы имеем транспортную доступность, люди понимают, что туда можно легко доехать. Затем мы побывали там и на спортивном комплексе. Я вам скажу, что одну, вот сейчас скажу эту мысль, самую главную. Спортивный комплекс шикарный, борцовский, там, то есть у нас там чемпионы Европы есть и так далее. Девочки занимаются и сумо, и вольная борьба, и греко-римская борьба, и так далее, и так далее. Шикарный комплекс, мы таких в свое время никогда не имели. Я скажу, что в чем преимущество нашей области при нормальной логистике, при газе, газификации, когда людям будет здесь жить удобно, то есть вот и еще бы прибавилась зарплата, если уже многие просто будут жить в нашей области. По одной простой причине. В Москве, вот, или в Санкт-Петербурге жить очень дорого. Во-первых, там, ребенка. Представьте, что значит у вас там ребенок, допустим, в Москве. Учится там за полтора часа езды. Да. Мама, если не повезет, надо шофера содержать. Сама там, допустим, учеба в этом детском саду или просто огромных денег. Я даже не буду говорить про зарплату. Каждый час там 3-4-5 тысяч занятий. Здесь у нас все бесплатно. Просто здесь натуральный социализм у нас. И я вот сам для себя я вижу, что у нас ситуация будет исправляться. И в плане демографии обязательно. Потому что будем мы строить и дополнительно хорошие участки там с домами и так далее. Народ будет приезжать, оставаться. Хорошее образование надо будет давать, хорошие медицинские услуги. К медицине уже подошли, мы с вами. Пандемия-то помогла, правильно? Хороший построитель областной больницы у нас. Но очень внимательно, кстати, правительство подходит к медицине. На каждом правительстве мы рассматриваем вопрос. Допустим, второй вызов скорой помощи – это уже предмет просмотрения правительства Тверской области. Мы обязательно продолжим эту тему. А сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь, дальше будут самые главные вопросы. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас гость студии, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Алексеевич Веремеенко. Ну вот мы уже сказали о том, что вы работаете в Комитете по транспорту и строительству. И сказали также, вы упомянули о том, что вы немножко позже приступили к обязанностям депутата Государственной Думы. Вы начали работу с сентября 2018 года. Ну, несмотря на это, мы видим жителей нашего региона, кто следит за работой Государственной Думы, за вашей деятельностью, кто к вам обращался, видят, что вы активно включились в работу. И вот я хотел бы вас спросить, какие сами вы считаете наиболее важные задачи, какие вы вообще курируете вопросы, какие наиболее важные задачи сейчас стоят на повестке дня? Ну, кроме вопросов лоббирования, которые там необходимы делать для области, понятно, да? Я курирую там БКД нашей области и других. То есть, ну, это такие вопросы необходимы, потому что мы можем, вот я считаю, что сегодня мы можем там под любой проект нормальный, который мы создадим, привлечь деньги там миллиардами. Уже и так у нас в три раза увеличился, но мы должны еще успевать там и проект делать и так далее. Касаясь законотворческой деятельности, конечно, комитет, интересный комитет. Буквально вот у нас вчера, не вчера, но вот несколько дней назад был министр строительства новое. И в этот же день, только вечером уже Виталий Геннадьевич Савельев, я вот уже, наверное, лет 25, когда он еще в Газпроме работал, министр транспорта. Какие вопросы обсуждали с ним? Ну, конечно, он рассказывал за полгода деятельности свои вопросы. Меня всегда интересуют абсолютно такие прагматичные вопросы, прагматические. И по строительству я долго с министром говорил о том, ну, первое, конечно, сроки подготовки документации. Это раз, там, более шести тысяч, там, показателей различных этих препонов, чтобы сдвинуть стройку, чтобы она началась, там, надо целую, просто пройти, садуману, гамору целую. Он соглашается, но они над этим работают, очень профессиональный парень. Второе, конечно, мне, я сказал, слушайте, ну, даже без, вот, проходя вот это, хорошо, мы сокращаем, там, подготовку документации, приближаем, там, сроки строительства, технологии строительства. Что у нас за технологии строительства, когда мы там строим какой-нибудь детский сад по пять лет, мажем, красим. Он тоже абсолютно согласился, сказал, да, действительно, там, ну, вот, мы сейчас должны методически вместе с вами, с Думой, почему у нас такой хороший контакт, мне вот понравился в этом созыве работы. У нас очень такой близкий контакт с правительством, более там, нам дали еще права их утверждать, и, как бы, они и приходят к нам. Он говорит, а на самом деле, я говорю, ну, технологии строительства, какие у нас технологии строительства, слушайте, китайцы строят там за месяц дом стоэтажный, а мы, то есть там дом строительный комбинат, он говорит, да, сейчас мы методическую базу изменяем, плюс, конечно же, необходимые новые материалы, там, сейчас же композитов очень много, это же облегчает конструкцию, там, допустим, для вас сейчас же не, не какая-нибудь, вот, такая удивительная вещь, когда прокладывают пыль в теленую трубу, там, для газа, там, размотали, не копают, там, нет, мгновенно положили, там, за сутки, там, 3 или 10 километров уложили, поэтому это тоже рассматривается, но это все тоже связано с нашими старыми ГОСТами, ОСТами, вот эту, конечно, работу ведет и в министерстве, мы ведем, и мы вот сейчас меняли градостроительный кодекс, чтобы велась большая работа, мы его корректировали уже, мы же там чтение первое прошли, то есть много там сделали, конечно, очень много работы, вот именно законодательной по транспорту, мы хотим, чтобы сквозной был проезд и по платным дорогам, там, допустим, у нас, чтобы не как сейчас там транспонда расписывалась с карточки и так далее, потом много вопросов реально возникает, едешь, эти три ноги кругом стоят, здесь скорость 70, я вот спрашиваю, слушайте, ну вот здесь 70, ну что в Тверской области у нас там 130, допустим, на платнике, а в Московской области 70, это почему? А почему? А вот потому что каждый регион сам себе утверждает эти вопросы, а люди нервничают, заезжают в какой-нибудь Татарстан, заезжаешь, эти три ноги стоят, я говорю, давайте бизнес, закончим на этом. И президент об этом говорил. Да, давайте бизнес не будем делать с государственных поборов, это государственные деньги. Когда там начинает применять бизнес, треноги уже, просто некоторые берут их и расстреливают из этих. И, кстати, к нам приходил на комитет, татары инициировали, они такие активные, уменьшить вот этот порог скоростного режима, значит, не здесь, до 10. Я как раз там все собираются, приехал тут, тоже было там в прошлом году, я говорю, слушайте, я сам первый взял, я говорю, вы поймите одно, вы, конечно, хорошо там сидите и думаете, что у нас люди просто начинают ненавидеть, не только там за какие-нибудь, ну, есть же у нас там... Непопулярные решения. Непопулярные решения, но здесь, я говорю, ну, это же вообще, ну, что вы хотите. Действительно, с введением камер с 3 миллиардов до 100 миллиардов возросли сборы, прекрасно. Но есть порог 20%, пусть, потому что мы везде все равно могут неоправданно уменьшать для того, чтобы их собирать. А когда туда перемешивается какая-то компания, которая делает камеры, вообще бизнес такой идет, раздача слонов. Поэтому этим вопросом мы постоянно приходится заниматься, вот, потом вот сейчас с Савельевым, с Виталием Геннадьевичем тоже обсуждали многие вопросы. Я вам задал сразу, говорю, Виталий Геннадьевич, у меня вот, я дорожник-то, ну, хотя я сам транспортный, я проводный транспорт заканчивал, я говорю, первое, меня, конечно, интересует организация дорожестроительных работ, потому что, вот я еду все лето, так как пандемия, ездил по стороне на машине. Я говорю, проезжаешь один и тот же участок, кто-то делает там реверсивные движения, ну, я так говорю, более чем трех человек там не видел работающих. Ну, как это так? Ну, конечно, там представители комитета говорят, ты пиши, и мы там пишем, разбираемся. Ну, что означает? Значит, кому-то распределили контракт, он там набрал субподрядчиков, их не хватает. И строится дорога до петушков, там уже строится сколько лет, и там по 10 часов пробки стоят, ну, это куда годится. Что за технология? В строительстве технологий строительства нет, в дорогах нет дорожных, потом качество. Сейчас вот губернатор пришел, там же заставляют крошку этого гравинина, чтобы она была гранитная, для того, чтобы качество сохранить на дорогах, хотя бы на 10 лет дорога должна быть. Мы же не можем каждый раз с этими дырками ездить, это же опасно. Мы же людей теряем. Ну, и следующее, я говорю, вопрос, у меня тоже такой есть, говорю, территориальные автодоры какие-то. Почему, говорю, так распределяется? Тут вот у нас территориальный автодор какой-нибудь есть, а там капитальные текущие ремонты получают какой-нибудь условно. Ну, не говорю про нашу область, у нас все-таки губернатор не тот человек, которого можно так, ну, другую какую-нибудь, я все-таки сам всесоюзный. Я говорю, вот как вот, вот есть вот автодор региональный, а почему выглядит из другой области команда рога и копытная? Ну, эти вопросы, может быть, не нравятся, но все равно их решать надо. Потом задаю вопросы, связанные там с недоремонтами на железных дорогах. Я говорю, хорошо, Савельев, будучи министром, вернее, руководителем аэрофлота, прекрасно справился с задачей безопасности, там всего одна авария, помните, была, да? Вот. Стали закупать новую технику, там, пятый, десятый. Я говорю, хорошо, на автомобильных дорогах мы имеем БКД, там, стараемся освещать, там, переходы, то-то-то, борьба, потому что мы видим, смертность-то есть. И большая, причем, самое главное, что на переходах происходит, а не на вот этих скоростных трассах. Я говорю, а, говорю, давайте, а железные дороги, я говорю, падают эти цистерны. Просто взял, открыл статистику, так вот, посмотрел, количество недоремонтов выросло там, не знаю, как прогрессить, то есть еще получается, железные дороги мы не ремонтируем, железные дороги. Мы что-то там строим, я говорю, Виталий Геннадьевич, а как вот это, это не будет в ОМО замедленное действие? Он говорит, Сергей Алексеевич, давайте мы с вами вместе все сядем и будем дополнительно финансировать, как был в свое время, дорожный фонд, то есть что-то делать для того, чтобы... Приводить в порядок, это уже хозяйство. Да, приводить в порядок, это уже хозяйство тоже, потому что наша страна, с учетом всего, скажу, что транспорт развивается, вы видите, как Севморпуть разбивается, да, это же огромная привилегия. У нас деньги можно из воздуха просто делать, вот Севморпуть позволяет на две недели, допустим, быстрее привозить груз, чем через советские каналы, или через там Месхоро. Особенно, когда там что-то застрянет еще в советском канале, да? Вот как это недавно было, да? Да. Эва Грин перегородил, и все, миллиард. Ой, не слава богу хотел сказать. Нет, но нам надо использовать свои конкурентные преимущества. Конечно. Тем более, что сейчас теплеет Арктика, и у нас там уже больше возможностей. Да, атомный флот этот, ледокольный, снарядили там. Там у нас на самом деле сейчас даже на вот жиженый газ, там огромные очереди. Все, так сказать, всех интересует, всем это надо, и торговля. И наша страна, конечно, я думаю, что при нормальной жизни власти нас ожидают успеха. К 30-му году мы вводим в лучшую страну мира. Ну, это обнадежно. Так же, как наша область. Этот прогноз обнадежен. Если говорить о федеральных законопроектах, которые, ну, можем сказать, там за последние полгода принимались, какие вы считаете наиболее важными, с какими вы выступали, какие поддерживали? Ну, я, конечно, закон там оказался, то, что мне давали задания здесь, я выступал в законе, но я считаю, что главные законы мы принимали, это законы конституционные, которые были. И самыми значимыми из них, наверное, это незыблемость наших границ. Когда я вчера даже с коммунистами там разговаривал, я говорю, что это за закон, что за конституция была коммунистическая? Тремя родственниками импера развалили страну. Не говорю уже про Варшавский договор. Тремя родственниками импера, три человека собрались и грохнули Советский Союз, который кровь, пот и слезы там проливали люди. Сейчас у нас есть незыблемость границы, никакой там не президент, никто без обмена Конституции этого сделать не сможет. Это главное. Второе, конечно, верховенство нашего закона над европейским. Никогда никто нас там не будет любить, никогда нас не хотят видеть сильными, никто там этого не хочет. Будут постоянно что-нибудь приводить. Европейский суд нам будет присуждать там что-то, слушайте, да не априори, нам будут присуждать то, что нам не надо. И вообще мы там будем все время говорить. Фактически диктовать условия. Абсолютно, да. Ну, конечно, тот пакет социальных мер, поддержки, закрепления там, что касается семьи и так далее, это тоже все это очень важно для людей. И, ну, и, конечно, сама Конституция, мы, страна божественная, мы закрепили, что мы верим в Бога. Это важно, кстати. Бог-то он жив везде. Если мы закрепляем, что мы в него верим, а то раньше как было, что за режим такой? Верим в коммунистическую партию. Я коммунистическую партию. Ну, я знаю, как и плохого много, и хорошего. Поэтому, я считаю, есть вот это закрепили, это самое главное. И законы все приняли. Законов очень много. Чтобы поменять вот эти все добавления, которые были в Конституции, законов очень много пришлось принимать. Ну, да, это, конечно, потянуло за собой, соответственно, принять региональную законодательную базу, пришлось корректировать, да, вот эти все вопросы. Конечно, но тут друг за другу все это тянет. Приводить соответствие с федеральностью. Ну, а вот если говорить о том, каких результатов удалось добиться, что называется, на земле, да, как мы говорили, как вот вы считаете, какие, может быть, самые главные вопросы удается решать на региональном уровне, и в то же время, какие задачи пока остаются актуальными? Ну, во-первых, смотрите, все-таки те права, которые у нас есть, они, которые даны законодательством, но законом, да, но самое главное, что они даны исполнительной власти. Тут хоть вроде бы законодательной власти, поэтому с тем уровнем, которым мы обладаем, допустим, депутата, который нам там собирает, дал губернатор, то, что мы всегда в правительстве приходим, там, все знают, что мы такие солидные люди. Я, очень много же встреч с людьми происходит, людей обижают, и исполнительная власть бывает, там, то тепло, то это, это. Множество этих вопросов приходится решать, и, честно говоря, вот там на каждом, сегодня там прием граждан, ну, я скажу, что вот мне здесь это в тысячу раз легче решить, чем на приеме граждан в Москве. Я вот недавно вел прием граждан, у меня такая привычка просто, может быть, со школы сложилась, с детства, если я берусь, то я вопрос дорешаю до конца. Вот здесь вот сейчас буду я прием граждан проводить. До этого уже все помощники обзвонят со всеми министрами, там, с Огоньковым, там, с губернатором, со всеми обсудим, как решить этот вопрос. Бывало, вот с этой дорогой даже мы там в Калининском районе там засыпали, известно, как там все дымилось, не могли. Ну, несколько раз собираюсь, но собирались, всех пригласили, я так сказал, давайте вот так вот, закрываемся на три часа и не уходим, пока не решим вопрос. Я от всех получил согласие. И с Мором взяли, или вот это договорится? Нет, все люди же нормальные, просто неорганизованные бывают, понимаете. И когда ты договариваешься, я говорю, давайте вот решим вопрос, вот не надо сто тысяч вопросов, давайте вот этот вопрос решим. Значит, и, ну, хочется все время, поэтому, когда вот здесь решается вопрос, вопрос уже много у людей, начиная там от жилечия, там, различных, там, какие-то вода, водопроводы, ну, просто, они уже, когда чиновники их там не принимают, они идут к нам. Ну, мы уже говорим, договариваемся, и чиновники вдруг раз, и все решают. Потому что мы их просим тоже, поэтому, обладая этим статусом, делаем. И поэтому я говорю, в Москве мне значительно труднее, я же веду прием граждан там, и когда я начинаю, начинаю звание там начальнику ГУВД, там, Москвы, 5-10, ну, там, если касается милиции или кого-то, там вот так не готовятся у нас встречи. И это приходит в сходе, вот сидят помощники, юристы, звонят, и это, ну, не совсем так удачно получается, поэтому, но все тоже отличают там, что, допустим, если я веду прием граждан, я не буду хвастаться, они говорят, у вас, как бы, все, до конца, до этого. И эти все, которые были, они мне все телефоны, и все мне еще звонят до сих пор, всегда. Ну, а вот так, если составить, ну, может быть, там топ-3 самых актуальных вопросов, я сейчас не говорю про конкретику, что там у какой-то бабушки колодец там засыпало, а я говорю про, вот, в целом, как бы, с чем больше идут ЖКХ, или вопрос о здравоохранении, или, там, может, вопрос о транспортной доступности. Вот что сейчас людей, вот, как представители нашей территории, больше всего волнует, что на повестке дня стоит? Нет, ну, у нас, конечно, всегда волновало дорога и транспортное обеспечение. Сейчас этот вопрос... Теряет актуальность? Потерял актуальность в связи с тем, что у нас считается лучшей системой вообще по транспортной системе. Сейчас же приезжал наш комитет, Государственные думы... У нас вы имеете в виду в области или в России? В области, в области, в Тверской области. А вы мне сейчас спрашиваете. Про Тверскую область, мне вот интерес примитить к нашему делу. Да, поэтому наша система, обслуженная автотранспортом, вот этим государственным, который сейчас считается лучше. Да, это мы тоже делали материалы. И народ это видит, это говорит, слышит. Дороги, конечно, стали все сразу замечательные. Понятно, в три раза больше тратим, хотя бы Московский проспект возникли везде. Хотя я ездил там, в Осташку, там всякие такие, все сразу не сделаешь, потому что протяженность большая, дорога область большая. Но будем еще денег находить. Периферийные надо подтягивать дороги. Конечно, это же инфраструктура, от этого будет зависеть от того, как мы дальше будем развиваться в качестве бизнеса. Потому что как люди сюда поедут, транспортная доступность. Это очень важно. Инфраструктура. Ну и газ, конечно, нужен. А что касается здравоохранения, вот как вы оцениваете? У нас говорят, что у нас сейчас такой центрстремительные тенденции, что все бегут в Москву, в Петербург, в Подмосковье. Врачи уезжают работать, их хватает узких специалистов. Как вы видите решение проблемы? Периферий, я думаю, не уезжают. Ну, во-первых, блестящее здравоохранение. Я имею в виду, конечно, нашу областную клиническую больницу, как они справлялись с... Ну и в частности, конечно, Козлов, Сергей Евгеньевич. Как они справлялись с этим... Вероника Александровна сейчас, значит, справлялись с этой пандемией. Сколько открыли там этих ковидных? Один, два, три, три у них уже там, по-моему. Я сам туда устроил сотни людей. Я устроил сотни людей по одному там моему звонку. Ну, потому что мне обращаются, что я могу отказать. И укладывал там, и все вылечились. А в других метрах и не вылечились. Там умерли. Причем и люди... У нас же еще народ такой, у нас же ПСР за деньги никто не хочет сделать. Понимает, что заболел, а ПСР там полторы тысячи никто не будет платить. Ну, а на самом деле лечение вот даже самого ковида, ну, там моноклональные антитела даже сделать, ну, 50 по 100 тысяч, это 200 тысяч, ну, 500, миллион стоят на самом деле. А у нас народ, слава богу, лечится так. Но у нас народ к этому привык. Я считаю, что медицина, это еще очень хороший наш бизнес. Мы должны все-таки по УМЭ сюда приглашать. Люди должны приезжать, сделать лучше госпиталя, чтобы сюда люди приезжали, чтобы они нам тут деньги оставляли. И тогда и врачи потянутся. Потому что жить в Москве, жить в московском области не так просто. На самом деле дорого. Дорого стоит и ребенка, и логистика там такая не позволяет. Здесь тебе все тут рядом и так далее. Поэтому перспектива у нас в этом хорошая. Но вот эту услугу, как медицину, надо, конечно... Ну, подтягивать качество надо еще, наверное, да, чтобы это действительно... Обязательно качество, конечно, новое оборудование, все это делать, вкладываться надо. Потом, конечно, в персонал вкладываться. Начинать с нашей, надо, конечно, ее еще больше сделать. Областную больницу. Потому что надо понимать, что это же кадры тоже. Потом телемедицина. Тут должны быть кадры, которые могут районной больнице подсказывать, что там с операциями делать, с этими. У нас, кстати, я думаю, наверное, в единственном регионе у нас каждый случай повторного вызова рассматривается на правительство. Если вы вызвали скорую помощь, неважно где, и она не приехала, и второй раз человек позвонил, то есть там есть определенный временной лимит, то губернатор персонально рассматривает, рассматривает МЧС. Это имеет свою положительную сторону. Более того, у нас три санитарных вертолета стоит. И когда там, я что-то секрет большой не открою, когда кого-то там из какого-то Асташкова везут сюда на скорую помощь, он говорит, а зачем? Зачем вы везете человека на скорую помощь? Во-первых, оголили Асташков, во-вторых, стоит три вертолета. И быстрее. У нас в этом смысле, я считаю, по сравнению с другими регионами, это организовано лучше и будет, я думаю, еще лучше организовываться. Ну, хочется надеяться. Сергей Алексеевич, мы знаем, что вы представляете законодательную ветвь власти, губернатор, о котором мы сегодня уже неоднократно говорили, представляет исполнительную ветвь власти. Ну, не губернатор один, целая команда работает. Вот мне бы хотелось услышать вашу оценку, как вы оцениваете деятельность регионального правительства, губернатора его команды, здесь конкретно. Ну, я вот, не потому что он начальник, скажу откровенно, он все-таки начальник. Нет, ну как бы. Он главный. Он исполнительная власть, вы законодательная. Это так, но это главное должностное лицо вообще всей области. Да, он отвечает за все, поэтому я очень хорошо, конечно, оцениваю нашего губернатора, потому что то, что за пять лет мы увеличили практически в два раза бюджет, надо было иметь отношения, связи, постоянно работать, делать. И самое приятное, что он вроде, я в 2000-м сюда приехал, он позже, но он любит народ, любит землю, понимаете, с душой ко всему относится, а это главное. У нас же нет такого, как в каком-то другом регионе, там, какое-то воровство, там, бюджет, за каждое бюджетное исчезнущее игру у нас строгие кары тут происходят. А я вот в свое время, у меня такой хороший друг был Артамонов, он был и есть, Артамонов, губернатор Калужской области. Он мне говорит, Серег, если ты, говоришь, с властью становишься, там, никаких бизнесов, ничего не должно быть, это исключается, потому что это вещи абсолютно несовместимые. Либо ты этим занимаешься, ну, или тем, выбирай. Вот. И я считаю, что вот успех всей, наверное, работы губернатора, кроме умения работать с людьми, подбора команды, обладания связями, это, конечно, любовь к людям, которые здесь живут. Мы люди, ну, мы часто слушаем, мы просто временно избранные люди, нам дали полномочия, власть поддержать дали. И поэтому это надо ценить. Это надо ценить, не потому что, а не потому что тут надо на этом зарабатывать. Но это вообще, для меня это просто, я вообще этого не понимаю, там, каких губернаторов сажаются, где-то там взятки они берут и так далее. Коррупция. Это коррупция, это очень, ну, это очень плохо, понимаете. И, конечно, видите, ну, вот я, допустим, там избрался, я уже с 15-го года, я даже за границу не выезжаю. А уж с 18-го я вообще только бывал, к матери съезжу, там, в Уфу, там, или у нас там вышний волочок там стоит судно, малоракетный корабль в Севастополе, туда летаю или куда-то. То есть мне просто стыдно, я же не могу уехать на, допустим, на Рождество, уехать куда-то отдыхать, на каких-то лыжах кататься. Ну, за рубеж. Если мои вот тут люди, вообще я не должен из области уезжать. Если тут мои люди, они тут так живут, а я почему-то должен жить по-другому. Хотя у меня, в общем-то, в принципе, возможность такая есть, да. Но я для себя поставил вот эти мерки, задачи, что живешь с людьми, живи с людьми. Разгосподь тебе доверил это. Отпустят, ну, будешь жить там где-то в другом месте. Так и губернатор, он старается делать, поэтому и команда создается. Самое главное, команда же. Там сейчас же так просто денег не возьмешь, нужно порядка 110 программ с объединением, дотацией различных. Это же на прусграмоту все составлять надо. Просто так никто не даст. На Руси есть такая поговорка, говорят, каков поп, таков приход. Абсолютно верный поговорок. Видимо, он задает достаточно высокий темп еще, губернатор, надо понимать, его работоспособность. Мы недавно к пятилетию делали программу о губернаторе. И многие заметили, что у него там за полуночь свет горит в кабинете. И то есть ни выходных, ни проходных, как говорится. Все время мы его наблюдаем, когда он в выходные не там, то там, то там, по каким-то острым моментам реагирует. Но тут еще надо, как говорится, быть способным соответствовать этому. То есть от членов команды тоже высокое требуется профессионализм. Абсолютно, конечно. Если ты будешь сидеть, будешь курить в кабинете, толпу не будет. Надо это требовать, да. Ну и команда, она же меняется. Но она не меняется так, как приходит, бывает, команда новая. Хоп, всех там. И заново поставили. А для чего поставили? Там что-нибудь такое, рулить-пилить. А тут нормально меняется. Я вижу, как ребята вырастают. Приезжают, конечно, новые, ничего страшного из других регионов. Там из московского, главное, как работают, видно. Главное, видны результаты. Ну и потом, меня в нем удивляет, что я уж себя считаю, не знаю, таким. Мы там стоим около колледжа туристического. Он же все время с извинениями подходит с такими. Не знаю, нужно. Путин, наверное, учится. А вот нельзя, тут вот видите, краска набрызгана. А то дети же, они учатся в колледже. Это же колледж гостеприимства и туризма. А они видят это и не признанят. Я пришел туда, я не обратил на это внимания. Он обратил внимание. И это везде и во всем. А вот, говорит, вот тут надо было так, чтобы было вылететь все. Причем, конечно, кому-то и влетает. Это же все-таки работа. Работа там же у нас свет какой-нибудь погаснет. Или что-то даже люди... Возникает геонически, конечно. Поэтому для нас, во всяком случае, губернатор приобретения. Поэтому счастливое приобретение. И мы сидели с ним на послании президента. Сидел Мениханов. Рустем, я его знаю, давным-давно. Я его знаю, когда он был там министром финансов. Потом этим, у Шаймиева. Вот ты знаешь, какой хороший у вас этот губернатор. Ну, знаю, знаю. Надо, чтобы он стал отцом народа. Я говорю, Рустем, у тебя до его отца народа, у тебя был папа еще такой великий. Ну, понятно, Шаймиев Мениханович. Передавал тебе власть. И он говорит, конечно, ты стал. А он пришел, говорю, за пять лет. Еще народу надо понравиться. Еще надо поработать. Потом уже, когда уж великий... Совершенно трудно. Ведь это очень беда многих регионов. Команда меняется. Сейчас вот ушел, допустим, губернатор, вся команда попряжена. У нас же было со мной тоже. Меняется и все начинается сначала. Так что, как в стране. Вот мне, например, страшно подумать. Путин ушел, а что произойдет? Элиты начинают меняться, кто-то начинает биться. Это же сложная вещь. Это же власть. Поэтому тут, конечно, я рад и думаю, губернатор нормально оценит и наш народ. А вот вы, кстати, сказали, что надо народу понравиться. А мы же знаем, что народ очень разный. Потому что и представители каких-то крупного бизнеса, это тоже народ. Это тоже люди. И представители, допустим, простые люди. Трудяги, работяги тоже народ. И интеллигенция это народ. И элиты. Это все народ. Вот смотрите, губернатору недавно задали такой вопрос. Мы знаем, что сейчас он централизует власть. То есть, многие крупные жизнеобеспечивающие предприятия берут, как говорится, под крыло региона. Ну, там водоканалы касается, еще там крупных. Вот он объяснил свою позицию. Как вы оцениваете вот это решение губернатора? Я считаю, жизнеобеспечивающую структуру надо, конечно, забирать под государство, под область. Потому что, ну, вот представьте, там, допустим, у вас котельная какая-нибудь, и у вас там не хватило денег купить топливо. Завтра скажут, а я закрыл там. Ну, и ладно, там прокуратура там у меня будет наказывать. То есть, эти вещи. Стратегические. Стратегические вещи, когда касаются тепла там и так далее. Ну, дальше любых других предприятий, которые имеют уже не такой, не монопольной зависимости, от которой жизнеобеспечение людей не зависит. Любых, пусть самый сложный завод. Они, конечно, могут быть частными, пожалуйста. А в данном случае, ну, транспорт взял и сделал. Ну, слушайте, ну, шайн-хай, я вот езжу, другие не будут ругать регионы, в которых я бываю. Там вот эти маршрутки эти носятся, что разбиваются постоянно. Даже это тоже было. А как настороженно с начала населения это воспринимало, относилось? Сейчас уже, конечно, большинство однозначно говорит, что это удачный опыт. И, как вы сказали, он стал модельным для других регионов России. Да, ну, у нас же комитет сюда вывезено и заседание было, комитет даже нашего государственного дома. Да, мы приезжали, что-то смотрели. Все отметили, москвичев, представитель комитета, отмечают, так сказать, что это очень хороший опыт. В Москве хороший тоже опыт, мы тоже постоянно там смотрим, как они вот эти электробусы там это делают. Такой. Вот, поэтому я считаю, вот, все, что зависит для людей от жизни, конечно, должно быть в руках национализировано, и люди должны, думаю, сидеть и отвечать за это. А не так. Потому что, раз я уехал, то до свидания. А все занимались. Смешно могу. Если оценивать вот последнюю сессию седьмого созыва Государственной Думы, то какие, как вы считаете, самые важные были, вот если так буквально там один, два, три назвать принятые законопроекты, и что бы вы, ну, вот, планировали в ближайшее время еще до конца созыва, какие еще вопросы, может быть, урегулировать? Ну, конечно, у нас законов-то много принимается, то, что мы по градостроительному кодексу приняли, и то, что у нас по транспорту мы принимаем, потому что это моя непосредственная работа. Комитет вашего. Да, комитет моего, потому что там действительно мы такие просто удивительные вещи. В свое время даже вот эта камера, это тоже ведь все пробивалось. Никто даже не верил, что там можно просто снимать. Сейчас вот и будет проезд сквозной через, пробиваем закон, делаем сквозной проезд через шлагбаумы, их не будет, будет сниматься по номеру. На платных магистралях. Да, на платных магистралях, чтобы не сосредоточить там идти проб. Конечно, самые главные проекты, это были конституционные проекты, потому что когда конституционный проект, мы там, как обычно, все присутствуем всегда. Сейчас мы так два, там меняемся через два часа, чтобы там не создавать, так сказать, ковидную обстановку. Сам я тоже вносил закон о казачестве, потом наш по туризму тут вносил законопроекты, еще сейчас мы внесли. Вот, и, конечно, ну, время мало остается, принять надо кое-что еще. Вот сейчас много делается в социальной сфере, когда спросили спикера Госдумы Вячеслава Володина, какие он за последний месяц считает самые главные законопроекты принятые, он назвал, в числе первых, он назвал принятие НДФЛ, вычеты НДФЛ для тех, кто занимается спортом, на здоровье, вот это вы как-то поддержали эту инициативу? Вы считаете, что это актуальный вопрос? Нет, конечно, я это поддержал, потому что, ну, во-первых, надо понимать, у нас демократический централизм, я там могу со всеми спорить, со своими коллегами по партии, по любому вопросу, но голосуемо, конечно, консолидировано. То есть спорите кулуарно? Да, потом мне даже там задают, а что, Сергей Алексеевич, по этому вопросу будет не так? Я говорю, ну я же не такой глупый, только с виду, наверное, потому что спорить я могу, что-то мне тоже не нравится, но раз принимается решение, конечно, мы это делаем. Ну, я не думаю, что только этот, вычеты НДФЛ, там, и так далее, очень много законов. Просто порой даже... Ну, видимо, он считает, что это укрепляет как-то, видимо, здоровье нации, косвенно сказывается обязательно на демографической ситуации, наверное, поэтому он его назвал одним из... Ну, возможно. Ну, он очень сильный руководитель, кстати. Вот, честно говоря, я вам, я так скажу, я же пришел в Думу, я себя считал таким крутым парнем, в общем-то. Ну, так, если просто сказать, что я потом посидел, послушал, то все личности абсолютно. Ну, многие там, может, просто, некоторые там сидят, ну, лидеры фракции, конечно, Володин сам, потом другие, там, другие, ну, просто действительно реальные исторические личности. То есть, это приятно, это и школа такая, и с ними приятно, и если надо, я поводим, иду, там, прием, мы с ними там разговариваем, делаем вопросы, ну, и он вроде неплохо относится, благодарность дал. С коллегами из других партий как складываются у вас отношения? Прекрасно, прекрасно складываются все отношения с коллегами из всех других партий. Несмотря на разницу в позициях иногда. Да, хотя она, может, у нас и внутренне совпадает, только мы ее не поддерживаем. У нас там свои по этому поводу бывают эти. Но они же оппозиция, они должны все время вносить что-то такое острое. А мы потом это внесем, допустим, президент несет, ну, и примем. Они часто выходят, говорят, спасибо президенту, что ту инициативу, которую мы сказали два года назад, он поддержал и выступил на собрание. Ну, это же все равно политика тоже, да? Мы, ну, самое главное, мы слышим их. И ребята там такие, там Гартунг, потом там, ну, понятно, что Зигуанов и все. Это же солидные люди. И очень обоснованные, многое. А ты, когда слышишь разную информацию, начинаешь анализировать, где, чего, как, и, конечно, понимаешь. И мне кажется, на сегодня модель, вот сама управление законодательной властью, она правильно выбрана. Она не унитарная, как она была там в Беларуси, допустим. Там, там, сказал батька, и все там. Нет, там такого нет. И споры идут, и горячие, и со всеми, так сказать, вытекающими. Ну, вот, это все-таки, я думаю, такая идея президента. Ну, и, конечно, всех, кто там, и Жириновского, и того. Потому что и исторические события оцениваются. Ну, допустим, вот возьмите, мы когда поддерживали, когда там приехал премьер, премьер Япония. Забыл его фамилию. Синзоаба вы имеете? Аба-аба, да, да, Синзоаба. Там все, они все там нас насиловали насчет этих островов. Мы же там собрались, и целые написали, что такую, это, выставил Жириновский, прочие руки, ничего не надо, ну, чтобы поддержать президента. Потому что они почему-то решили, что настал момент, когда можно отпилить это. А потом, может, мы в институцию записали, что это вообще нельзя пилить. Мы можем только прибавлять. А отделять нет. Нам очень много чего надо прибавлять, потому что... Это очень правильно. На этом моменте мы прервемся. У нас короткая рекламная пауза, и после этого будет финальная часть нашей программы. Ну и мы переходим к финальной части нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы России Сергей Алексеевич Веремеенко. Сергей Алексеевич, ну вот мы сегодня с вами много вопросов обсудили. Вы рассказали о своей работе в Государственной Думе с 2018 года, когда вы приступили к исполнению полномочий депутата Государственной Думы. Вы рассказали о том, как складываются отношения с вашими коллегами. Вы рассказали о самых главных законопроектах, на ваш взгляд, которые принимаются. О том, что еще стоит на повестке дня, что еще предстоит решить. А я вот, знаете, мы все время стремимся к тому, чтобы наши программы, они имели такое прикладное значение для нашей аудитории, чтобы люди могли не только какую-то информацию узнать, но чтобы они еще имели возможность как-то поучаствовать в управлении страной, чтобы вы могли поспособствовать решению их каких-то вопросов насущных, может быть, каким-то коллективным обращениям или каким-то индивидуальным. Вот что вы посоветуете нашей аудитории, как лучше всего взаимодействовать с депутатом Государственной Думы? Как обратиться к нему? Где можно его найти? Ну, во-первых, этим мы постоянно занимаемся. Конечно, у нас есть личные приемы и в приемной, и в Москве, и везде. А здесь очень просто. У меня кабинет находится в законодательном собрании. У меня там Ирина сидит Бредихина постоянно, или там Саша Волкова, да, помощники. На сайте есть официальная почта. И у нас так не бывает. Вот если на мою официальную почту пришло обращение, я не могу на него не отреагировать. А почта имеет в виду электронную или бумажную? Электронную. В электронную. Конечно. Все сейчас в электронную, сразу в базу попадает. И даже на сайте есть телефон, пожалуйста, мы можем опубликовать там, чтобы Ирине там звонили. Ну, сейчас, наверное, вы видите. У многих, конечно, и мой телефон личный. Просто день и ночь он звонит, и я тут тоже отвечаю. То есть нету никакой трудности. И многие удивляются там, допустим, что вот мы хотели встретиться. Что встречаться-то? Говорю, вот мне даже написали на мою почту, там, депутат верменька.ру, там, или ком наш. И туда я обязан ответить на этот ответ. Ну, в смысле, на этот вопрос. Поэтому, ну, наверное, вот эта система организации власти, она и правильная. Потому что все-таки люди, которые занимаются правительством, они очень там по людям, где есть, они принимают решения. А потом там как-то... А у нас совсем другая. Об этом часто в Думе звучит, тоже, когда приходит правительство отчитываться. Тот же Володин говорит, вот все, кто по одному, а дать не тяну. Мы же за все должны говорить. Вот я сидел вчера там, там, 3-4 часа, но у вас, Сашкова, мы говорили с народом. И, конечно, бывают, и встреч много проводим, да. Но, чтобы вот так образиться, телефон, он, Ирина даст, и почта. И мы обязательно ответим на 100%. Ну, сейчас очень много говорят о перспективах электронного правительства, и вот этот документ оборот электронный. Многие уже оценили. У меня даже есть пожилая родственница, за 70, там, мы далеко. И она уже тоже освоила вот эти платительные компетенции, госуслуги, вот эти порталы. Это очень удобно. Я думаю, что и вам, наверное, тоже удобно. Если люди, тем более из отдаленных, допустим, районов, там, какой-нибудь пожилая жительница, как она из Жарковского поедет на личный прием, конечно, очень удобно. Сейчас через баллы, через электронные. Или позвонили, ну, и сказали почву, потому что кто-то там у них из администрации пошлет. Сейчас онлайн-прием мы ведем тоже. Как пандемия, да, да. Причем мы как делаем? Сразу сообщаем в район, они собирают, там, кто хочет, если он хочет увидеть депутата живого, то пожалуйста. Ну, а вот все-таки, на самом деле, какова больше доля живых обращений или, имеется в виду, вот электронных? Растет эта доля? Много электронных, много обращений, но часто люди хотят поговорить. Даже онлайн, по телефону поговорить, услышать. Часто надо понять тоже, в чем причина. И на самом деле, часть вот этих вопросов, она решается в сфере того, что я позвоню, там, замминистру, и этому, и этому, и этому, сможешь там проводить проведение. Ну, ну, вот такая модель, ну, вот такая модель, понимаете, народный депутат, значит, я народный депутат, я должен это делать, поэтому это такая эффективная тоже модель. Поэтому со всех депутатов встречаться, 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 еще раз встречаться. Поэтому, ну, когда письма приходят, мы тоже пишем, но по письму я формально смотрел запрос, но когда со мной лично говорят, то понятно, я уже более, вот мы с вами общаемся, так же со мной говорят, говорит какая-то женщина. Ты боль чувствуешь человека, на самом деле. Есть реальные вопросы, там, и в Москве, это уже везде, то есть, просто какой-то беспредел происходит. Я помню, как вот президент в свое время, когда там лензу затопило, и что там, говорит, вы, говорит, как, люди потеряли паспорта, они приходят там что-то получать, а вы, говорят, дайте паспорт. Так у них все утонуло. Ну, надо же по-другому подойти. Не формально, конечно. Причем мы все время формально, так вот, ну, там, столько законов написали, что формально можно всем все отказать, а можно решить. Вот это, поэтому, духовность, душевность. Почему я говорю, надо любить народ? Надо любить свою работу и любить свой народ. Сергей Алексеевич, наверное, это ключевая фраза сегодняшнего нашего эфира. Вообще, мне очень приятно, что вы руководствуетесь этим принципом своей деятельности. Я вот даже после разговора с вами почувствовал, что вы реально любите народ. Вот, я вижу, что вы тоже радуетесь, когда у вас получается кому-то помочь. Я желаю вам успехов в вашей дальнейшей деятельности. Приходите к нам в эфир. Ну, а нашей аудитории, если у вас что-то сложное происходит, и вы не можете это решить на уровне местном, региональном, обращайтесь к Сергею Алексеевичу. Да, если не, сразу обращайтесь, и мы поможем. А то мы порешим. Спасибо большое за участие в нашей программе. Всего доброго.